Для прихожан Кафедрального Спаса Вознесенского собора Ульяновска сегодня самый настоящий праздник. В храм прибыла Великая Святыня – ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Божией Матери. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. С IV века святыня находилась в Константинополе, во Влахернском храме. В X столетии пояс был разделен на части, одна из которых в настоящий момент хранится на Афоне в Отапецком монастыре. Особенно еще со времен пребывания пояса в Константинополе почитают эту святыню, обращаются к ней женщины в разных нуждах и особенно для помощи при рождении и воспитании детей. Со Святой горы Афон вот эта частица пояса Пресвятой Богородицы приносилась в Россию в 2011 году. Я не случайно вспомнил принесение пояса Богородицы в Россию в 2011 году. Огромное количество людей тогда смогло помолиться перед этой святыней. И вы знаете, мы священники знаем, в следующем году появилось множество детей, о которых женщины, которые не могли до этого родить, приходили и благодарили. Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы доставлен в наш город из Санкт-Петербурга, куда святыня была передана к 200-летию Казанского кафедрального собора. Молебен у Ковчега с частицей пояса Божьей Матери совершил секретарь Симбирского епархиального управления Иерей Роман Сладко в сослужении духовенства собора. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава Цвей Сыну и Святому Богу! Пресвятая Богородица, спаси нас! По окончании молебна отец Роман обратился к прихожанам. Мы с вами, дорогие братья и сестры, в своих молитвах очень часто обращаемся к Пресвятой Богородице, как заступница усердной, ходатается перед Богом, а нас грешен. Мы почитаем Пресвятую Богородицу выше всех святых. Мы не относимся к Пресвятой Богородице с особым трепетом. Сейчас, дорогие братья и сестры, вы спокойно можете подойти, приложиться к Поису Пресвятой Богородице. Прежде всего, не забывая о том, что вы собрались в храме для молитв. Верующие пришли, чтобы помолиться за себя, своих родных и близких, попросить помощи и поддержки. У меня брат сейчас уехал на фронт в Украину. Я пришла помолиться. Я верю, она помогает, спасает, защищает нас. О своих детях, о своей внучке, чтобы было здоровье у всех и чтобы мир настал. И это, наверное, самое главное. Это очень важно. Все люди, мы так или иначе, мы русские, мы верующие. И нам нужна эта опора. Это очень важно. Это очень помогает. В дни пребывания ковчега с частицей пояса православные добровольцы организовали посменные дежурства у святыни. Ребята отвечают на вопросы о графике ее пребывания в соборе, протирают ковчег и икону, распространяют миссионерские буклеты и помогают организовывать очередь. Сегодня мы помогаем у ковчега с частицей пояса православной Благородицы. Мы раздаем буклеты, информируем людей, протираем иконы. Это очень важно для нас, потому что таким образом мы помогаем людям и делаем доброе для Бога. Принесение святыни в Ульяновск организовано синодальным отделом по делам молодежи по согласованию с комиссией по вопросам принесения святынь при Патриархе Московском и всея Руси в рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь». Идея давать просветительскую программу родилась более 10 лет назад. Она была приурочена к воссоединению русской православной церкви и русской зарубежной православной церкви. И это выразилось желанием молодых людей принять мощи Иоанна Шанхайского. И с тех пор под эгидой синодального дела по работе с молодежью принесения святынь происходит одновременно с просветительской программой. Потому что любая святыня при принесении святыни это в том числе повод собраться вместе, ведь церковь это собрание. В современном мире нам все реже и реже дается собраться, им так вот вживую пообщаться. Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы будет находиться спас в Вознесенском кафедральном соборе до 24 июня. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.